Улица Каховского Дома здесь в основном старой постройки, часть из них в полуразрушенном состоянии, хотя в самом начале улицы строится новое трехэтажное здание. Некоторые дома давно уже покинули жильцы, другие жизнь пока еще теплится, но люди оттуда хотят съехать как можно быстрее. Вонища, невозможно дышать, ни окна не открыть, ничего, невылазная грязь вот эта, с тех пор как трамвай убрали отсюда, безобразие, безобразие. Вот камыш вырос, вот кому он нужен, камыш вот этот вот, дышать нечем, лягушки квакали, лягушек полно, полно. Вот сейчас вот спокойно вот мы стоим, лягушек не видать, они прям уже расползлись, это невозможно жить здесь. Можно понять, Светлану Викторовну, каждый день видеть такую картину врагу не пожелаешь. Доведенные до отчаяния люди к кому только не писали, к кому не обращались, но ВОЗ, как говорится, и ныне там. Приходили, с бумажками помотались, посмотрели, на том и успокоились. И никаких больше ни ответов, ни приветов, живите как хотите. Наша съемочная группа попала на Каховского в солнечный день, поэтому пройти по улице как-то было возможно. Но в дождливую погоду люди просто в панике. Без болотных сапог тут пройти невозможно. Отчаявшиеся люди пытаются достучаться до депутатов. Сейчас по этой улице пройти практически, да не практически, а просто пойти нельзя. Валяются дохлые собаки, камыши. Из домов, которые стоят на этой улице, есть несанкционированные выводы нечистот. Поэтому придите, пройтитесь, прогуляйтесь на базар до этой улицы, вы поймете, как здесь живут люди. Такая же неприглядная картина в конце улицы, там, где раньше была остановка Красный мост. Лет 8 назад улицу просто взяли и огородили от внешнего мира железным забором, который некоторые нерадивые астраханцы и гости города используют как обыкновенную улову. В общем, мусорная свалка в центре города. И как с ней бороться, похоже, пока не придумали кто. Александр Данилов, Дмитрий Миловацкий, Роберт Переверзов. Телеканал Синьпиус.